Добрый день! Сегодня я хотел с вами поговорить об опричнине Ивана Грозного. Опричнина, как и ее создатель Иван Грозный, это явление нашей истории, которое не до конца изучено и не до конца понято. Опричники сегодня представляются нам некими мерзавцами и подонками, главным образом занимающиеся грабежом, насилием и убийством. Причины, порождавшие опричнину, как ни странно, уходят в XIII-XIV века, в так называемую Ордынскую эпоху. Именно в это время многие русские князья стали постепенно превращаться в добровольно принудительных соратников ханов Золотой Орды. Если в домонгольскую эпоху русские князья по сути мало чем отличались от западноевропейских властителей, то с приходом Орды восточные правители земли русской стали сильно меняться. Поскольку княжества в буквальном смысле боролись за Ордынское покровительство, и от этого зависела судьба не только самого князя, но и всех его придворных, последние должны были поддерживать своего князя, а не бороться с ним. История не раз доказывала, что смута в любом русском княжестве всегда приводила лишь к еще большим проблемам и лишениям. В результате в эпоху Золотой Орды побеждали или преуспевали те русские княжества, в которых отношения князя и его окружения из бояр были консолидирующими. Сейчас широко освящено, что русские князья ездили к Ордынским ханам за ярлыками, но мало кто знает, что в своей массе князья не сами ездили в ставку хана, а посылали туда доверенных бояр. Ярким примером стало Московское княжество, в котором именно бояре сами ездили к хану и успешно выторговывали у него ярлыки на княжение своего князя. Так, для примера, в 1432 году знатный московский боярин Иван Дмитриевич Всеволожский принял деятельное участие в борьбе за ярлык на великое княжение между Василием II и Юрием Дмитриевичем при дворе хана Улу-Мухаммеда. Иван Дмитриевич сумел убедить хана, что Василий стремится стать великим князем, признавая свое вассальное положение по отношению к Орде и находясь в полной покорности к воле хана. Таким образом, благодаря активной деятельности Ивана Дмитриевича, спор из-за великого княжения между князьями Юрием Дмитриевичем и Василием II был решен ханом в пользу последнего. А во время Великой Замятны московские бояре дружно уходили вместе со своим князем в Коломну, Вологду, Тверь и не оставались в Москве с победителями Юрием Дмитриевичем и Дмитрием Юрьевичем. Московские бояре знали, что сила князя в них, в боярах, поскольку нет у него иной опоры, кроме них. Вот почему бояре считали себя высшим сословием, вершителями людских судь, равными самому великому князю-царю. Бояре действительно имели огромную власть и реально влияли на многие царские решения и указы. Даже когда всесильная Золотая Орда распалась на мелкие улусы и потеряла свое былое величие, а ставка ордынского князя из Сарая буквально переехала в Московский Кремль, Москва по сути стала белокаменной ставкой Орды. А великий князь Московский и всей Руси ни больше ни меньше стал новым ордынским великим ханом. Для простого русского людо, бояр, духовенства в принципе ничего не изменилось. Отношения великого князя и его бояр в целом оставались по старинке. Московским княжеством в буквальном смысле правили бояре, поэтому знатные боярские рода буквально борзели от вседозволенности и своего величия. Все начало меняться в конце 15 века, когда Московский великий князь или православный великий хан Иван III стал собирателем приграничных земель. Земель русских и ордынских. Именно с этого момента и стало происходить постепенное узурпирование власти великим московским князем ханом. Вторая супруга Ивана III, знаменитая византийская принцесса Софья Плеол, сделала все, чтобы установить при московском великокняжеском дворе новые строгие византийские порядки. Иван III и особенно его сын Василий III повели себя с боярами уже как настоящие, единоличные ордынские ханы-самодержцы. Практически перестали советоваться с боярами и все решения уже принимали сами, требуя беспрекословного выполнения своих указов. Присоединив огромные земли к московскому княжеству, Иван III обнаружил, что у него теперь много казенной земли, которая пустовала. Он и начал активно раздавать земли в качестве поместья, то есть реально развивать поместную систему. В основе поместной системы, закрепленной в судебнике 1497 года, лежало поместье, участок казенной государственной земли, данной великим князем, на срок службы или пожизненно, в личное владение служилому человеку, под условием службы, одновременно как награда за военную службу и источник материального дохода, с которым владелец поместья снаряжал себя для похода. То есть, кроме бояр, многочисленными поместьями обзавелись и мелкие служивые люди. В результате великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социальную опору из мелких дворян, которые готовы были идти за ним и в огонь, и в воду. Царь все больше стал открыто опираться именно на мелкое дворянство. Такое положение дел явно не понравилось знатным боярам, чьи именитые рода иногда были древнее и знатнее царских. С приходом к власти Ивана IV или Грозного клановая борьба в государстве обострилась еще сильнее. Большое влияние при дворе приобрели Глинские, родственники царя Ивана Грозного по материнской линии, что вызвало резкое недовольство других представителей высшей власти. И как следствие, в Москве в 1547 году вспыхнул восстание. Формальным поводом для народных волнений стали пожары, случившиеся в Москве весной-летом 1547 года. Причиной пожара была жаркая и засушливая погода. По горящему городу распространили слух, что в этом страшном бедстве виноваты родственники молодого царя Глинские. 26 июня народ собрался на вечер на Соборной площади, где Глинских признали виновными в поджогах и колдовстве. В Успенском соборе убили дядю царя, боярина Юрия Глинского. Он был побит во время богослужения, а затем забит насмерть камнями. Оставшиеся после пожара дворы Глинских были разграблены. Существовала даже реальная угроза жизни самого Ивана Грозного. И хотя основной движущей силой восстания была обычная чернь, этой толпой умело руководила именно московская знать бояре. В итоге московское восстание привело к падению рода Глинских и стремлению молодого царя укрепить абсолютную власть. Бояре четко показали, кто в государстве хозяин. Царь Иван Грозный отступил, затих на время, пошел бояр на уступки, но затаил обиду за понесенное унижение и смерть многих своих родственников. Вот почему в 1549 году состоялся Первый Земский собор под названием Собор Примирения. По определению самого Ивана Грозного, целью его была попытка смирить всех в любовь. В существо Собор Примирения отражал политику компромисса между знатными боярскими родами с одной стороны и мелким служивым дворянством с другой. Целью его была консолидация правящего класса и умиротворение посадских людей и крестьян, обещанием защитить их от протеснений боярства и местных властей. Несмотря на так называемое Временное Примирение, при котором был найден некий компромисс, повзрослев, царь вспомнил нанесенные ему обиды и опять взялся за правящую боярскую элиту. По очередной реформе 1555-1556 годов о службе все бояре становились также военно-служилым сословием и по сути были приравнены к обычным служилым людям. Также в 1556 году неофициальное правительство Ивана Грозного «Избранная Рада» отменило систему местного управления через институт кормленщиков, служившее на протяжении XIII-XIV веков. До 1556 года великий князь посылал в города и волости бояров в качестве наместников, а население было обязано за свой счет содержать и кормить их в течение всего периода службы. За счет всех этих сборов бояре кормились сами и содержали свою чередь. В результате проведенной правительством Ивана IV земской реформы система кормления местных бояр была ликвидирована. Теперь бояре были обязаны кормить себя сами. Вдобавок в 1562 году новая духовная грамота вообще отодвинула боярскую думу от власти. Затем было издано новое уложение, запрещающее боярам продавать и менять старинные родовые земли. Царь замахнулся на собственность родовитых бояр. Бояре начинают открыто саботировать все решения царя и даже помышляют о заговоре. В начале декабря 1564 года была предпринята попытка вооруженного мятежа против царя, в которой принимали участие западные силы. Многие знатные вельможи собрали в Литве и Польше немалую партию и хотели с оружием идти против царя своего. Московский царь, а по сути великий хан, хотел тоже править по-ордынски, единовластно, с четкой ордынской вертикальной власти. А бояре также считали себя правителями земли русской и просто так отказываться от власти не собирались. Возревала революционная ситуация. Кто? Кого? Что было делать царю? Вариантов немного. Можно было опереться в противостоянии с боярством на мелкое новое дворянство, но это новоявленное дворянство само по себе не было еще настоящим сформированным классом и не было готово к внутриполитической борьбе. Конечно, можно было вообще отказаться от реформ государства, выкинуть белый флаг и отдать свою судьбу на откуп бояра. Проще говоря, подписать себе смертный приговор. Но Иван Грозный решает применить очень хитрый план под названием «Опричина». В 1565 году Грозный объявил о введении в стране «Опричины». Страна делилась на две части. В «Опричину» попали в основном северо-восточные русские земли. Центром «Опричины» стала Александровская Слобода. Новая резиденция Ивана Грозного. 3 декабря 1564 года Иван Грозный с семьей внезапно выехал из столицы на Богомолье. С собой царь взял всю казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Посетив село Коломенское, он не стал возвращаться в Москву, а остановился в Александровской Слободе. Из Александровской Слободы царь отправил письмо митрополиту в своем отречении от престола в пользу старшего сына юного царевича Ивана Ивановича. По причине гнева на бояр, церковных и приказных людей. После прочтения послания царя в Москве резко накалилась антибоярская обстановка. Таким образом царь умышленно натравливал посадских людей на бояр. Хитрая уловка сработала, простой народ и мелкие дворяне с гневом стали набрасываться на знать, грабить и убивать. В январе 1565 года депутация, состоявшая из высокопоставленных лиц, била Ивану челом сменить гнев на милость, возвратиться обратно на царство и править страной, как ему хочется. Объявив о возвращении, царь поставил условие, что частью страны будет управлять сам с помощью своих людей, в этой части не будет боярской думы, приказов и тому подобное. Царь решил учинить на своем новом государстве опричнину. То есть выделить особый удел, в котором заводились новые порядки, новая администрация, новая господствующая группа, а точнее господствующая группа нового типа, опричнина. То есть это был такой некий эксперимент. Опрична, по мысли царя, должна была сломать сопротивление знати. А как сломать бояр? Для этого их нужно лишить насиженных мест, связей и преданных людей. Вот почему в основу опричны было заложено не грабеж и убийство, хотя и не без этого, а, как говорил сам Иван Грозный, перебрать людишек и их земли. Иными словами, снять князей и бояр с насиженных мест и со своих имений и городов, переселить их в другое отдаленное место, например, на Волгу. С переезда на новое место боярин терял все экономические связи, лишался связи со своими детьми и верными соратниками. Его власть слабела. Те, кто добровольно принудительно уехали на новое место, выжили и сохранили свои рода. Но многие бояре открыто отказались повиноваться царю и даже выступили в противостоянии. Царь приказывает опричникам принять более жесткие меры к непокорным боярам. Уже в 1565 году состоялись первые аресты, пытки и казни. В 1568 году вспыхнул конфликт царя с митрополитом Филиппом. В следующем году был уничтожен последний независимый удельный князь Владимир Старицкий с семьей. Поэтому обелять опричников нет смысла. Наворотили много. По официальной истории опричная длилась всего 7 лет. И в 1572 году была отменена. Но откуда мы знаем, что она была отменена? Мол, в 1571 году царь начал казни самих опричников. Что означало, что он якобы разочаровался в опричнине и на следующий год ее вообще отменил. Но это не совсем так. Во-первых, царь разочаровался не в опричнине, как инструменте власти, а в ее верхушке. Причиной разочарования стал поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву в мае 1571 года. В ходе разорения столицы начался самый крупный московский пожар 16 века. Из-за сильного ветра и жары столица буквально практически сгорела полностью. Небоиспособность опричных войск при защите столицы продемонстрировала необходимость наказать главных опричников. Первым под царский удар пал глава опричной думы царский шурин князь Михаил Черкасский до крещения Салтан-Кул. Крещенный Мурза за намеренное подведение царя под татарский удар был посажен на кол. За унижение царя перед татарскими послами Девлет-Гирея казнены были также и другие многие видные опричники. Второе, опричников казнили сами же опричники. Сначала Малюта Скуратов и Василий Грязной, а потом после 1572 года уничтожением опричников заправляли Нагии, Годуновы, Бельские. По сути, в среде опричников шла внутренняя чистка, борьба за власть. Одна часть с одобрения царя устраняла другую. И, наконец, самое главное, опричники никуда не делись. Они просто сменили вывеску и вошли в новое правительство царя и его близкое окружение. Опричина как была, так и продолжалась далее. Только размах репрессий сильно поубавился, так как боярская элита была реально сломлена и не представляла уже для царя серьезной проблемы. Как говорится в пьесе «Заговор Фьеско» в Генуе немецкого поэта Йоганна Фридриха Шиллера, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Так и с опричниной. Она выполнена главную миссию. Иван Грозный на примере северо-восточных территорий, где и бушевала главным образом опричина, наглядно показал всей своей империи, кто в доме хозяин. И что будет с теми, кто не признает верховенство царя. Ордынская имперская модель правления на Руси победила. Вот почему московское государство, многие историки и дипломаты того времени иногда называли московской татарией, а самого царя, татарским ханом, Иван Грозный сломал древние славянские устои и обычаи и навязал новому государству восточно-ордынский татарский стиль, правление, то есть абсолютную монархию. Это наглядно показано на карте. Где царь Московия Иван Грозный изображен как ордынский хан в шатре. Поэтому опричина Ивана Грозного – это не проявление страха царя или его паранойя, как пишут некоторые историки, а продуманный шаг для укрепления своей вертикали власти. Так пользу принесла опричина или вред государству? Ответ неоднозначный, хотя и кажется простым на первый взгляд. С одной стороны, опричники грабили, убивали, вымогали и привели к полному разрушению северо-восточной части Руси. С другой стороны, жесткая, карающая вертикаль власть Ивана Грозного, по сути, спасло от развала русское государство, которое реально могло развалиться на мелкие независимые княжества улусы, как некогда Великая Золотая Орда. И это были непростые слова. Такая угроза реально существовала. Несмотря на все ужасы опричины, Иван Грозный заложил фундамент становления из Московского княжества самой Великой Империи того времени. Вот и все. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока!